Следующим отрывком, который у нас был, это был стих из Тары «И Бог увидел, что свет хорош, и отделил свет от тьмы, и назвал свет днем». А тьму назвал ночью. И комментарии, комментарии все, как вы знаете, это просто отрывки из книги «Библейская динамика», иногда добавления, но в основном это просто отрывки из книги, рассматривает это тоже как принцип имитатор Деи. То есть, так же как Бог увидел, что свет хорош, так и мы должны увидеть хорошие аспекты, даже если работа не завершена, ведь в этот момент не была завершена работа по сотворению мира. И так же как Бог, но тем не менее, Бог сказал, что свет хорош, уже хорош. И так же как Бог отделил свет от тьмы, мы тоже должны научить разделять между правильными и неправильными вещами. И так же как Бог назвал свет днем, а тьму назвал ночью, так и мы должны давать название, имена окружающим. И тогда получается, что имена и названия, это не только социальный договор, это некоторая сущность того, что мы видим. Или мы уподобляемся Богу, точнее, в этом наименовании, оно должно быть очень ответственным. Но если мы должны ответственно что-то называть, истинно называть, и есть даже такая известная фраза, что правильное понимание начинается с истинных названий вещей. Но тогда как же мы можем претендовать на истину? Вообще, можем ли мы претендовать на истину в наших высказываниях или не можем? Это нам доступная область или мы такие ограниченные, что вообще как можно говорить про истину? Это просто мнение того и другого человека, никакой истины нет вообще. И мне кажется, что в этом вопросе есть две противоположные крайности. Одна крайность говорит, мы не можем утверждать ничего, у каждого только свое мнение, никакой истины вообще не существует. Это классический постмодернистский подход. А противоположная крайность говорит, нет, конечно, мы можем давать истину. И этот подход как бы абсолютистский, он может быть религиозным, человек считает, что у него религиозная истина. Он может быть нерелигиозным, человек может считать, что у него научная истина, и точно так же верить в научную истину с религиозным пылом, как религиозные некоторые люди верят в религиозные истины. Вот эти две вещи кажутся мне обе неправильными. Если мы считаем, если постмодернизм говорит, что нет никакой истины, это есть только твое мнение, то ведь надо сказать, что само это утверждение тоже не является истиной, но является мнением того, кто говорит. Если у него такое мнение, что все, что ты говоришь, это твое мнение, то у меня может быть другое мнение, что человек может говорить истину. То есть постмодернистский подход, будучи применен к самому постмодернизму, уничтожает тотальность всех постмодернистских утверждений, в том числе уничтожает тотальность мнения, что все, что есть вокруг, это только мнение. Тогда это утверждение тоже, оно не тотально. Но это как бы проблема внутренняя постмодернизма и его в некотором смысле непоследовательности. Но, в принципе, эти две крайности кажутся мне обе неправильными. Потому что если человек отказывается, внутренне отказывается от поиска истины, то это разрушение самого человека. Очень важно, что мы должны действительно пытаться искать истину, а не просто говорить, что это мое мнение. Потому что если мы сводим все к мнениям, то мы теряем этот сам поиск истины. И тогда это совершенно разрушительно. И поэтому истину можно искать, и истину можно утверждать. Не нужно только думать, что она тотальна, что она постоянна, что она не меняется. В некотором смысле, так же, как человек взрослеет, очень важно, что на каждом этапе у него своя истина. Но это вовсе не мнение, это действительно истина этого этапа. И тогда истина – это меняющийся, развивающийся процесс. Это многомерная вещь, у которой есть разные аспекты, но ни в коем случае не должен быть отказ от этой истины. Просто сведение истины к мнению. Как разрушительно тоталилизация своего подхода, абсолютизация своей истины, точно так же разрушительно отказ от истинности вообще, и сведение этого только к мнению. И та и другая точка кажется мне неправильной. И поэтому гармония между ними, интеграл из этого всего – это то, что истина есть, ее поиск – это нормально. Истину можно и нужно утверждать, только не нужно думать, что она не меняется. Надо осознавать каждую истину, как некий этап истины, а не как конечную истину. И тогда будет и то, и другое. И без чувства истины не может быть ни продвижения к Богу, ни настоящая вовлеченность, ни настоящее ощущение связи с мирозданием. И мне кажется, поэтому выкидывать истину – это совершенно неправильно. Из своего духовного пространства выкидывать это понятие.